Днем, ночью, сначала на машине, потом на тракторе, два дня в пути. Но герои этой программы того стоят. Здравствуйте, в эфире программа «Заметки натуралиста». С вами Вера Кучеренко. И сегодня мы в гостях у зубров в Усть-Кубинском районе. В этих краях вот эти огромные животные соседствуют с людьми и живут прямо у трассы. Кстати, вот в такой вот, не побоюсь этого слова, музейной картинной позе эти три богатыря стоят уже минут 20. Позируют. А многие попросту не верят. Да не может быть такого, чтобы в наших вологодских лесах обитали зубры. Ну и, как говорится, всем неверующим посвящается. Подобраться близко к этим невероятно мощным, да что там огромным животным, не так-то просто. Первое наше знакомство с ними состоялось уже под вечер. В гости к зубрам нас повез местный егерь. Зубры не очень-то хотят общаться с человеком и единственное транспортное средство, которое они подпускают к себе, это вот этот вот трактор, на котором мы приехали. Сено, они хорошо едят. Сено, село. Тут это, колхозники-то все косят. Они любят это село сосудят. И колхозники-то их тоже подкармливают, молодцы. А зерно молотое? Да, зерно молотое. Ну и витамины разные. Плакомство зубрам привозят каждый день. Правда, только зимой. Животных кормят с 10 ноября по 10 апреля. Хотя бывает и дольше, все зависит от погоды. Раньше к этому импровизированному столу зубров подзывали с помощью колокола. Но, как водится, его вскоре украли, вот и стали егеря просто свистеть. На самом деле, самое большое копытное животное в Европе на поверку оказалось пугливым. Или, скорее, недоверчивым. Смотрят на чужаков так, что мурашки по коже. Но случаев нападения зубра на человека в этих краях не было, говорят специалисты. А пока оператор пытался внедриться в стадо, за кадром мы разговаривали с егерем. Достанется ли там хвост? Не достанется, диким, это. Из-за чего я насыпаю больше. Возим туда по 4 места. Чтобы там, там и там насыпать. Тогда всем достается. И сразу уезжать надо. А то один побежал, и все в стадо побежали. Все побежали. Вот бегут, а после со мной вернутся. Да либо не убегут. Вологодские зубры – это не только самая северная микропопуляция в Европе, но и одна из немногих – вольных. Они обитают в обычных угодьях, где разрешена охота, так скажем, и любая другая деятельность. И как видим, люди не мешают зубрам, и они мирно сосуществуют, так скажем. Те же охотничьи коллективы, которые тут охотятся. То есть нет социального напряжения. Если бы охоту тут закрыть, им бы это не нравилось, да, что вот тут зубры, нам нельзя охотиться. А так и люди охотятся, и зубры живут, и их кормят, и все как бы получается. В этих краях зубры появились 25 лет назад. Их завезли, полагая, что здесь краснокнижному, вымирающему животному будет комфортно. Выпускаем их в Вологодском районе, район Песков. Все, что нужно зубрам в Усть-Кубинском районе есть, утверждают специалисты. Кстати, именно со специалистами, участниками международной конференции, мы отправились к зубрам во второй раз, уже на следующий день, рано утром. Самое лучшее время, чтобы увидеть, как зубры выходят из леса, это раннее утро. Причем утро у зубров действительно раннее, мы к этому торжественному выходу опоздали, хотя приехали на место в начале седьмого утра. В наш второй визит зубры оказались более пугливыми. Оно и понятно, такой консилиум специалистов под боком. Зато нам удалось поговорить со вторым егерем, который следит за животными. Специалист рассказал о трудностях защиты зубров от хищников. Волки посещают, но мы стараемся уничтожать их. Насчет медведя, если у нее опасно, что медведь нападает, когда из береги выходит, он тут уже не следит, уже снежного покрова нет. Да и за людьми нужно следить. Не так давно один зубр попал под колеса лесовоза. Гоняют, сетуют местные жители. Оштрафовали нерадивого водителя на 400 с лишним тысяч рублей. И это по минимуму, так как не браконьер. Каждый зубр на особым счету. На сохранение зубров на Вологодчине из-за регионального бюджета выделяется чуть более 1 миллиона рублей в год. Всего усть-кубинской популяции насчитывает 62 особи. Это очень мало. А всего в мире около 6 тысяч зубров. Кстати, четверть всех диких обитает на территории России. В России сейчас существует две популяции. Два ядра. Существование зубра основных. Помимо Балагонской, существует так называемая Калужко-Орловская, Брянская популяция, которая сейчас стоит из более 500 особей. И, собственно говоря, это основные популяции в России. Но потом существует еще два ядра на Кавказе чисто крупных зубров. И потом мелкие популяции есть еще в Владимирской области. А какие последствия грозят природе, если зубры исчезнут? А что будет, если исчезнут? Картины Рембрандта. Ну, чисто серьезных последствий, наверное, не будет. Но ценности мы потеряем. То же самое. Зубры – это большая ценность. В первую очередь, это природная ценность, которая практически исчезла по вине человека. В основном зубров уничтожали ради шкуры и охотничьей забавы. Истребляли массово. По итогу, после Второй мировой войны на территории Беларуси Беловежской пущей осталось всего 12 особей. С них и пошла современная популяция. А значит, последствия родственного кровосмешения до сих пор угрожают животным. Зарубежные специалисты проводят исследования. Упор делают на генетику. У нас белорусские зубры имеют свой генетический паспорт, куда входят гены микросателитные локусы и гены главного комплекса гистосовместимости, который отвечает за иммунитет животного. И чем больше разнообразие вот этих генов, тем лучше для популяции. К исследованиям планируют присоединиться и вологодские ученые. Не так давно, буквально этой осенью, у нас в университете открыта генетическая лаборатория ПЦР. Она позволяет смотреть, ну, собственно, прямую геном организмов, ну, в том числе и зубров. И вот как раз методики, которые мы сейчас прорабатываем, они очень хорошо для зубров подходят. Региональные популяции зубров ученые стараются разбавлять чужаками. В Искубинский район прибыло пополнение из Окского заповедника. Три самки, три самца. У нас племенная работа, то есть в группе один взрослый самец, и у него горемы самок, там, 5-6 самок. И зубрята. И вот так несколько групп питомники, 2-3 группы. А потом тюлятки подрастают, и в годовалом возрасте мы их отделяем. И они уже растут отдельно от родителей. И уже мы смотрим, если там хорошая генетика, себе на племя оставляем питомники. А остальных животных всех, в принципе, выводим на волю. Система отношений в стадии у диких зубров иная. Взрослые самцы живут отдельно. Со племенниками руководит самка. А немножко дальше, вот туда, на север, подкормленная площадка, и в обратную сторону, как бы, в сторону устья, еще две. Там отдельно живут большие быки и тоже кто-то подкормлен. То, что вологодские зубры вполне счастливо живут в дикой природе, поражает всех специалистов без исключения. Польские коллеги вообще не верили, что такое в России возможно. А местные жители настолько свыклись с уникальными соседями, что особого внимания на них не обращают. Живут и живут. Наверное, не зря зубры поселились именно в Усть-Кубинском районе. Народ здесь гостеприимный. Мы это почувствовали на себе и благодаря местным специалистам. За два дня смогли по-настоящему подружиться с зубрами. До новых встреч, до новых знакомств в «Заметках натуралиста». С вами была Вера Кучеренко. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин